Салам алейкум, что бы мы тут не говорили, Кадыров уже готовится к бегству, он знает, что очень скоро всем кадыровцам и его одноразовым будет не очень сладко. Это Путину нужна кровь для удовлетворения. Когда нет людской, он хотя бы оленью какую-то использует, принимает ванны в этой крови. В общем, это не к нам, нам как раз таких крови не нужна. Когда Даудов говорил с тобой по телефону и говорил, что даст тебе полную безопасность в Чечне, говорил ли он правду? Он так убедительно это говорил, слушай, но он также убедительно говорил на этих похоронах, что он бы никогда не призывал бы людей ехать на войну, сам сидя в безопасности. Он бы никогда не отправил своих детей учиться в Кембридж, а чужих детей воевать, погибать на войне. Но, как видишь, отправляет чужих детей, отправляет воевать, своих не отправляет. Сам не едет воевать, а других призывает. Поэтому сам решай, как бы доверять, стоит ли вообще ему верить. Субханаллах, какие же вы лицемеры путинские герои. Она бывшая говорила, зачем ты так? Прям обидно как-то ты говоришь. Ну, просто, может, они так ошиблись, может, такой политический ход просто был, не надо их так сразу. Будь немножко мягче, снисходите. Самуаб Томзо, только что читал новости, ФСБ запросило в пятерочке списки всех, кто брал изюм. Это опасно, опасно. Почему воевавшие за субботу чеченцы начали воевать за Россию? Не начали, это неправда. Если ты в общем, как бы, говоришь о неприличности, то в общем тоже не начали. Чеченцы, как раз-таки, воюя, сражаются на стороне, какая-то часть сражается на стороне Украины, какая-то часть болеет за то, чтобы Украина в этой войне победила. За Россию сражаются россияне, и неважно, какого происхождения они, они россияне. А если говорить про личности, то среди тех, кто воевал против России и перешел затем на сторону России, к счастью, их очень мало. Большинство, подавляющее большинство наших воинов, наших лидеров, они отдали свои жизни. Кто-то остался жив, они не находятся на территории России. Большинство, абсолютно, они отдали свои жизни. Саламу алейкум, Томсо. Что бы мы тут ни говорили, Кадыров уже готовится к бегству. Он знает, что очень скоро всем кадыровцам и его одноразовым будет не очень сладко. Нет, я не согласен с тобой. Кадыров не может готовиться к бегству. Ты что? Ты человек, который в одиночку разгонял по полторы тысячи человек. Это мастер спорта по боксу. Он же кандидат экономических наук. Он же заслуженный строитель, по-моему, хранитель Корана, служитель ислама, защитник сунны и мусульман. Он же академик. Он же генерал-майор. Или уже генерал-лейтенант. Я забыл уже, какие у него должности. Он же герой России. Куда бы этот человек ни втыкался, он везде брал самые высокие награды, чины. Он в одиночку задушил удава, обезвредил крокодила. Это я сам лично видел в видео. Вы можете загуглить. Поэтому навряд ли такой человек будет бежать. Просто нереально. Нагистанцам и ингушам вместе с остальными кавказцами нужно работать в своих обществах вместо того, чтобы писать у тебя в эфире комментарии. Вообще всем надо работать в своих обществах. Я, конечно, соглашусь. Основной упор работы должен быть направлен на свое общество. И только просвещением, только вот этой информационной работой сейчас можно как-то какую-то платформу для себя организовать. На самом деле эта работа сейчас очень важна. Сколько приблизительно чеченцев за рубежом, которые хотят вернуться в свободную Ичкерию? Я тебе число назвать не могу, но это абсолютное большинство чеченцев и за рубежом, и на нашей родине мы все хотим собственной государственности, хотим жить в своей независимой стране. Я думаю, здесь не нужно даже приводить какой-то социологии, литры крови, пролитой нами за эту независимость, самый ясный референдум, который свидетельствует о том, что люди этого хотят. Сколько крови русских ежедженцев вас удовлетворит. Мы как раз таки люди вообще не кровожадные и не желающие крови, поэтому чтобы нас удовлетворить, крови не надо. Чтобы нас удовлетворить, нужно просто деоккупировать, забрать свои войска и убраться подальше с нашей земли, из нашей страны. Вот и все. Крови не надо. Мы уже будем удовлетворены, если вы просто выйдете. А кровь, кому нужна кровь для удовлетворения, это вот обратитесь к Адыру. Это у него эти замашки. Это он заявил, что когда услышал, когда прибыл в Мариуполь, как там бомбят, он говорит, ну это цитата, говорит, я такой кайф почувствовал, когда услышал эти бомбежки. Это вот там кровожадность, это там нужна кровь, видимо, для удовлетворения. Это Путину нужна кровь для удовлетворения. Когда нет людской, он хотя бы оленью там будет, использует, принимает ванны в этой крови. В общем, это не к нам. Нам как раз таких кровь не нужна. Если воюют за Россию, то ты их оцениваешь по паспорту россияне, а если за Украину, то по национальности, а не по паспорту, не увязочка. Вообще я их оцениваю, конечно, не по паспорту, это неправильно. Но даже если бы я их оценивал по паспорту, все равно тут была бы увязочка, потому что те теченцы, которые воюют в Украине за Украину, большинство из них не имеют украинских паспортов, это добровольцы. А здесь как бы все имеют. Но на самом деле не так. Здесь идет, здесь идея. То есть это кто за какую идею отдает свою жизнь. Здесь люди отдают идею за идею русского мира. Соответственно, они россияне. А там люди отдают свои жизни за свободу. И это не делает их украинцами, понимаете. Потому что это уже более обширное понятие. За свободу борются не только украинцы, а это борьба многих народов за свою свободу. А здесь как бы за русский мир борются только россияне. Кто еще борется за русский мир? Китай не будет за него бороться. Индия не будет. А будет только россияне. Поэтому здесь паспорт, конечно, к этому отношению не имеет. Нет ненависти к русскому народу, но есть чувство безгливости к как дохлому скоту Джохар Дудаев. Джохар Дудаев, когда такие вещи говорил, вы имеете в виду, что там Джохара не было бы у это каких-то нацистских, фашистских каких-то убеждений. То есть это не к этносу, понимаете, не к народности. Там подразумевается отношение к врагу, они не ко всем русским людям. Среди граждан Чеченской республики, в Ичкерии были русские люди, наши сограждане и те, кто вместе с нами сражались против врагов. Так что здесь не нужно так как бы обобщать. А если натовцы завоюют Россию, они отнимут у народа нефть и газ, накупят себе яхты, особняки, часы, бентли и дорогих женщин древней профессии. А народ сделают рабами, будут смеяться над ним и повысят ему пенсионный возраст. Это очень крутой троллинг. Если Россия станет демократической парламентской страной и создаст демократический союз СНГ, вы не против вхождения Чечни в этот союз на правах независимого государства? На правах независимого государства, но это можно обсуждать, это все можно обсуждать, почему бы и нет. Если сам союз выгоден, то почему бы и нет. Но только на правах независимого государства, не в статусе субъекта России. В том же время глобализации, когда все страны объединяются, либо внутри одной, либо в ЕС и так далее, могут ли автономно существовать регионы Кавказа, ладно, большие, Чечня, Гушетия, Осетия. В этой глобализации никакие страны не объединяются, брат мой. Они создают союзы, которые создавали 500 лет назад, 1000 лет назад, всегда создавали и будут их создавать. Европейский союз это союз независимых государств. Здесь не произошло никакого объединения каких-либо государств. Объединение в плане союза произошло, и это нормально. Как раз таки у нас, нам нужно последовать этому примеру и тоже создать союз кавказских независимых государств. Тумсо, привет. Скорее всего, одна Чеченская республика не в состоянии противостоять и добиться свободы для себя. Возможно ли в реальности объединения ЧРДР, Дагестан, Чечни, Дагестан, Ингушетия и других ради общего дела? Не знаю, возможно ли это. В теории все возможно. Но каких-то предпосылок пока, к сожалению, нет. Но на самом деле над этим, конечно, нужно работать. В этих народах, внутри этих народов, как и должны быть люди, которые говорят об этом, ведут вот эту деятельность информационную пока. И это стремление к свободе, к независимости, оно должно внутри у них зарождаться. То есть, нет, оно должно не насаждаться извне, как, допустим, из Чечни, да, не чеченцы должны насаждать его, а внутри они должны эти настроения расти. И вот те, кто внутри этих народов разделяют эти взгляды, стремление к свободе, они являются союзниками, и с ними нужно, конечно же, взаимодействовать, оказывать им ту помощь, которая нам посильна. И они точно так же должны быть открыты для этой помощи. Приветствую, Тумсо. Я правильно понимаю, когда была война в Чечне, это было, грубо говоря, то же самое, что сейчас в Украине. Просто мировая общественность не обратила внимания. Ну, да. Да, приблизительно, грубо говоря, это так. Салам, Тумсо. Пытался разобраться в чеченской войне. Сложно. Я правильно понимаю, что изначально все боролись за свободу, но отдельные маргиналы были, как и везде, кто начал похищать людей и так далее. Эти вещи, их не нужно вообще как-то совмещать. Борьба народа за свою свободу и присутствие потом у этого народа или до и после у этого народа каких-то криминальных элементов, это вещи взаимонесвязанные абсолютно. Это, как сказать так, значит, Франция, понятно, изначально они, значит, провели французскую революцию, а потом вот у них наркоторговля пошла по, значит, по улицам Парижа. Ну, при чем здесь это? Ну, да, есть у них там криминал, но это же не значит, что теперь французская революция, взятие Бастилии, теперь это, значит, было зря. Ну, это просто как вещи абсолютно взаимонесвязанные. То, что кто-то там решил подорвать своих спящих жителей, сделать из этого, повесить это на чеченцев, сделать из этого причину и начать у нас войну, чтобы не дать нам свободы, чтобы мы не имели собственной государственности, оккупировал нас, это никак не связано с нашей внутренней криминальной обстановкой. Мы, будучи свободным государством, конечно, у нас будет и какая-то криминальная обстановка, и мы должны будем с ней бороться, тем более в первые годы везде бывает преступность, государство должно с этим как-то справиться. Это процессы, через которые проходят вообще все, но как-то связывать это со свободой не нужно. Субтитры создавал DimaTorzok